В поселках Ударный и Мичуринский при Кубанского района в рамках нацпроекта «Культура» и региональной программы «Культурная среда» идет капитальный ремонт ДК. На какой стадии работы в поселке, носящем имя советского селекционера Ивана Мичурина, расскажет Алла Динаева. В 2000 году СПК Мичуринский нам передали безвозмездное это здание. Мы произвели ремонт своими средствами, косметический ремонт, без замены окон, без полов. Состояние, конечно, было ужасное. А в конце июня этого года начали капитальный ремонт Дома культуры поселка Мичуринский и уже перекрыли кровлю здания. Установили стеклопакеты, заменили электропроводку и провели часть отделочных работ в помещениях ДК. Будет фасад отремонтирован, и внутри будет везде установлена плитка, отопление новое, душевые кабинки, будет установлена сцена, будет специальная танцевальная комната для детей, чтобы дети занимались, усовершенствовали свои навыки. И все эти работы строители планируют завершить к первому сентября. Добросовестно, учитывая все наши пожелания, трудятся они, говорит глава поселения. По благоустройству работы будут продолжены. Дорога, которая связывает центральную улицу СДК Мичуринский, протяженностью 140 метров, шириной 6 метров, будет асфальтирована. Будет еще установлена детская площадка для детей. А на днях завершили капитальный ремонт центральной улицы поселка Мичуринский протяженностью 800 метров. Заасфальтировали центральную дорогу. Как начиналась эта история? История начиналась с посещения администрации Прикубанского района. Был на приеме у главы Карачаева-Черкесии Рашида Борисовича Темрезова. Так как он мне обещал сделать дорогу центральную нашу, которая соединяет школу, несколько соцобъектов, школу, администрацию и наш клуб. В общем, он мне пообещал. И в итоге у нас есть дорога. И очень хорошая. И не только дорога, а необходимости уличного освещения в поселке и детской площадке. Говорил на приеме главы республики житель Аслан Байрамуков. И на днях в поселке Мичуринский по поручению Рашида Темрезова начнут работы по проведению отдельной электролинии для уличного освещения. Скоро появится и детская площадка. Как здесь вам живется? Хорошо. Дорогу нам построили, дорогу сделали за 10 дней. Аламат. Все хорошо. А юные жители поселка Мичуринский Амира и Марат охотно делятся своим мнением с нашей съемочной группой. Песок покрыли. Потом асфальт сделали. Потом все засохло. Вот теперь такая дорога. На велике катаешься здесь? Я, да. А раньше кататься на велике здесь? Ну, немного трудновато было. А сейчас? Нормально. А не страшно машины тут? Нет? Мне нет. А еще в этом году в поселке полностью заменили водопровод протяженностью 14 километров. Аладинаева, Алибастанов, Вести, Крачево-Черкесия, поселок Мичуринский. Продолжение следует.